Здравствуйте, уважаемые блогеры! Блогеры из Перми, сотрудник ГГБ бывший, Бессонов Алексей Борисович. Ну, вот я еще раз хочу обратиться к губернатору Первого края Черкунову Олегу Анатольевичу. Ну, потому что, мне кажется, что он что-то понимает, и у него какое-то есть представление в управлении, все-таки пришел он не с улицы. И вот он, ну, достаточно интересные пишет вещи. Ну, это свойство человеку, образованному, так сказать, даже наделенному властью, что-то писать. Мировая история знает массу примеров, когда правители проявляли какой-то определенный талант в области написания техильных произведений и так далее. Нерон, кстати, почему-то его принимали за сумасшедшего, да, был неплохим артистом, пел арии и так далее. Ну, вся императорская семья была меньшина этого грешка и так далее, пописывала что-то, ну, и так далее. Но дело не в этом. Так вот, вы знаете, вот уважаемый губернатор, вот стало такое впечатление, что, или вы что-то не понимаете, а, может быть, действительно не хотите понимать и так далее. Вот вы всегда говорите о необходимости реформы и так далее, но вы поставите вас в окружении. Неужели вы не понимаете, что люди эти, в общем-то, на мой взгляд, ну, по этой теме, что такое управление? Ведь вспомните 90-е годы, да, когда Гельцин шел к власти. Вот я когда выходил из органов со скандала, не только я, а многие люди достаточно порядочные и разумные уходили, потому что, ну, не платили зарплаты, практически было все разрушено, приходили бандиты, ну, и мы считали, что у них нет никакого шанса, потому что там армия поднимала голову, Рохлинг пытался, так сказать, сказать свое слово, тут оппозиция формировала какие-то колонны, и была надежда, что, в общем-то, люди эти, а паука РССР тогда был, смертный камень была за государственную измену, то есть из тех людей идет расстрел, потому что это колонна, 64-я там была и так далее. Но, к сожалению, вот, случилось так, как случилось, и огромный социальный пласт людей, талантливых, умных, образованных, они остались вне рамок этой власти, почему-то, потому что в эту власть невозможно было идти, это были бандиты, просто бандиты, да, там же, ну, и вы, Олег Анатольевич, давайте откровенно, вы тоже, ну, недалеко ушли почему-то, потому что, конечно, может быть, на вас нету той края, который есть, там, на Дальнем Востоке, губернатор и так далее, это же вообще просто, так сказать, люди, которые, ну, вспомните, там был такой фамилию, я его забыл, лысоватый такой авторитет, который любил, собственно, его управление, государство, говорил, что, так сказать, создать альтернативную государственную структуру, его убили. Кто и дали, это не мое дело, так сказать, не моя компетенция, я никакого отношения не имел к этим событиям, ну, просто говорю, что его убили, но связано с действием власти, которая не могла терпеть уже то, что там практически джензу такой, да, мощный собирал преступные группы, практически весь бизнес под себя подмял Дальнего Востока, тоже его убили, кто и дали, ну, это не моя компетенция, я могу догадываться, может быть, так сказать, и так далее, но, видимо, государство когда-то принимает какие-то решения, которые идут в разрез с законом, другое дело, когда это становится нормой, когда это, так сказать, становится, ну, определенной повседневностью в деятельности государства, это ненормально. И спецслужбы никогда бандитами не занимались никакими джемами и так далее, никто не занимался, спецслужбы выполняют специфические задания связанные с разведкой, контр-дельной деятельностью и так далее, этим занимаются МВД, а там МВД, конечно, в случае, так сказать, необходимости какие-то меры принимает, Но это последнее дело, когда государство начинает случиться с преступниками, вести себя, мягко говоря, грубейшим образом нарушая законодательство. Хотя, конечно, иллюзии надо питать. Когда речь идет о нейтрализации преступных группировок и так далее, то здесь, конечно, не нужно быть мальчиком и махать пальчиками, говорить, что ах, не надо. Это законные основания, в том числе, может быть, и на законных основаниях, применять какие-то меры. Меры, отчасти, может быть, и необходимой обороны. Но только да, это все в соответствии с законом, чтобы это не было каким-то потайным делом, каким-то супертайнами и так далее. То есть чиновники МВД, оперативные сотрудники должны понимать, что в случае определенных, становясь законом, они должны иметь право принять решение на ликвидацию. Но в соответствии с законом. Естественно, должно быть проверяться. Другое дело, когда политика становится политических деятелей, начинают убивать. Вот здесь, конечно, спецслужбы имеют прямое отношение, но это внутри страны, это последнее дело. Это уже никуда не годится. Почему? Потому что это политика, это наши граждане. Вы вспомните, что было с войной в Чечне. Это же тоже ненормально, потому что практически... Так, ну вот мы пережили 90-й такой период, когда грань между организованным преступным сообществом и бизнесом, она была практически стерта. То есть целые отрасли сообщества контролировали, все банки создавались на их деньги и так далее. Но это тоже реальность нашего времени. И когда сегодня Зюганов говорит, что не будет никаких репрессий, ну я всегда улыбаюсь и говорю, что вы или притворяетесь, или вы не понимаете, что такое политика. Без репрессий не может быть системы управления, без санкций. Если люди преступным путем нажили капиталы, если банковская сфера вся вышла из преступности в обществе, то как не может быть репрессий? Ну о чем вы говорите? Значит, вы не понимаете, что такое управление. Есть законодательство, есть какие-то условности, и люди будут писать жалобы, доносы, подручки где-то, но это соответствует законам. Если у вас не было правовой системы, она вся рухнула, и вот самое главное, что эти люди, они пришли к власти, понимаете. Сегодня вот ваше окружение, ну я знаю их биографии, там 159-е мошенничество, это минимум, что им светит. А с точки зрения законодательства, это 10-е, организация сообщества преступного, и ни одно государство в мире, оно не позволяет, чтобы существовали какие-то параллельные структуры государственные. Это сообщества и так далее. Во всем мире это называется мафия, и с ней очень серьезно борются. Есть, так сказать, сицилийская мафия, есть японская, есть и так далее. Вот сегодня это мафия, сегодня вот эта мафия, она пришла к власти. И когда вы говорите, они будут создавлять правительство, и так далее, ну это мафия, понимаете, это преступники, понимаете, это 210-е, это организаторы преступного сообщества. Потому что весь финансовый деятельность это преступление, это мошенничество, это превышение должности полномочия и так далее. И это надо все расследовать. Все равно нам нужно создавать практически заново с нуля всю правовую систему. Но вы вдумайтесь, вот кстати, я об этом много говорил Ильюхин. Вот вы вдумайтесь, основные для решения главы исполнительной власти были действия квалифицированы как геноцид. Его обвиняли в совершении, процедуру начинали, говорили, что в его действиях... В его действиях государственная измена и так далее, это все раз особо тяжкие составы. То есть мы попали в тупик. И когда вы говорите, что эти люди будут формировать правительство и так далее, но, простите, эти люди не должны быть во власти. Никогда. Спасибо, Ваше персону Алексею Борисовичу.